Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 августа. Вот я вам показывала только что бычий лоб и увидела Казанова. Я еще не хотела его показывать, потому что они почти все кисти еще вот такие, как зеленые. Но я увидела их и не могу похвалиться, какие нынче Казанова добрые. Смотрите, прям огромные во всю ладонь. И кисти такие по многу, рясные. Смотрите, сколько пальцев. Начала их сейчас шурудить, они все у меня попадали. И кистей очень много. И они нынче многие вот такие какие-то причудливые, еще с набалдажничками внизу. Какие-то с набалдажничками, какие-то вот такие вот очень интересные Казанова. Смотрите, в кисти сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По семь, по восемь штук вот такие вот прям. Вот это одна кисточка. И они дальше, тут я еще не обрезала, они дальше идут и идут. Все увешаны вот этими вот кистями. Вот туда вот посмотрите дальше, видите, там в глубине столько много этих. Видите, все в плодах, вообще все улеплено. И он ведь еще растет. Ой, сейчас против солнца зайду. Смотрите, на самой верхушке он старается еще и еще дать мне плоды. Вот эти пальчики свои. И они уже переросли, конечно, давно уже, мои палочки. Вот у меня закончилась вот здесь вот палочка. А Казанова все дальше растет и растет и растет и весь в сосисках. Вот нынче я показывала в теплице Казанова, может быть, помните, у него кучеря верит с листья. И многие мне сказали, что это болезнь, когда я утверждала, что это от жары. Но это было от жары, потому что там была жара невыносимая. Как только немного стало попрохладнее, Казанова выправился. И на удивление, хотя он заявлен как сорт тепличный, на улице он у меня нынче показал себя намного лучше. Он весь облеплен плодами, он очень урожайный. Пальчики такие здоровые, несмотря на то, что жарко. Вот смотрите, сейчас вторая половина августа. Он весь зеленый, он весь продолжает так же, как бычий лоб. Вот они с бычьим лбом, видите, какая зелень. Такое впечатление, что они собрались на второй год плодоносить, остаться. Очень хороший сорт, но по крайней мере в этом году он показал себя прекрасно, наилучшим образом. И вы видите, какие хорошие, здоровые сардельки. Прям вот, полностью в мою ладонь. И оригинальный, и вкусный, и урожайный такой плодовитый. И видите, как допоздна он с длительным периодом плодоношения. Хочу посмотреть, сколько он даст кистей, потом посчитать. Но в высоту я уже запуталась, я вела в два ствола. И вот одна, вторая, третья, четвертая, уже седьмая, восьмая и девятая одна кисть на нем. Сколько интересно вызреет. Все, вот это, это не обзор этого сорта, я потом все подробно о нем расскажу. И вес плода, и высота. Это просто я хотела вам показать, как удивительно все-таки растение создано. Вот тепличный сорт на улице очень хорошо себя ведет. В сибирском регионе, я живу в Алтайском крае, Казанова нынче прекрасно показал себя. Вот отличный результат на пять. Все, до свидания. Это была Ольга Чернова. И краткий-краткий обзор просто показала, какой сейчас у меня Казанова на улице. Казанова на улице.